Как холодно было в этот вечер. Шел снег, и сумерки сгущались. А вечер был последний в году, канун Нового года. В эту холодную и темную пору по улицам брела маленькая нищая девочка с непокрытой головой и босая. Правда, из дома она вышла обутая, но много ли было проку в огромных старых туфлях? Туфли эти прежде носила ее мать, вот какие они были большие, и девочка потеряла их сегодня, когда бросилась бежать через дорогу, испугавшись двух карет, которые мечались в весь опор. Одной туфли она так и не нашла, другой утащил какой-то мальчишка, заявив, что из нее выйдет отличная люлька для его будущих ребят. Вот девочка и брела теперь босиком, и ножки ее покраснели и посинели от холода. В кармане ее старенького передника лежало несколько пачек серных спичек, и одну пачку она держала в руке. За весь этот день она не продала ни одной спички, и ей не подали ни гроша. Она брела голодной, продрогшей, так измучилась бедняжка. Снежинки садились на ее длинные белокурые локоны, красиво рассыпавшиеся по плечам. Но она, правда же, и не подозревала о том, что они красивы. Изо всех окон лился свет, на улице вкусно пахло жареным гусем, ведь был канун нового года. Вот о чем она думала. Наконец девочка нашла уголок за выступом дома. Тут она села и съежилась, поджав под себя ножки. Но ей стало еще холоднее, а вернуться домой она не смела. Ей ведь не удалось продать ни одной спички. Она не выручила ни гроша, а она знала, что за это отец прибьет ее. К тому же, думала она. Дома тоже холодно. Они живут на чердаке, где гуляет ветер. Хотя самые большие щели в стенах и заткнуты соломой и тряпками. Ручонки ее совсем закоченели. Как бы их согрел огонек маленькой спички, если бы только она посмела вытащить спичку, чиркнуть ей об стену и погреть пальцы. Девочка робко вытянула одну спичку и... Чирк! Как спичка вспыхнула, как ярко она загорелась. Девочка прикрыла ее рукой, и спичка стала гореть ровным светлым пламенем. Точно крохотная свечечка. Удивительная свечка. Девочка почудилась, будто она сидит перед большой железной печью с блестящими медными шариками и заслонками. Как славно пылает в ней огонь, каким теплом от него веет. Но что это? Девочка протянула ноги к огню, чтобы погреть их, и вдруг пламя погасло. Печка исчезла, а в руке у девочки осталась обгорелая спичка. Она чиркнула еще одной спичкой. Спичка загорелась, засветилась, и когда ее отблеск упал на стену, стена стала прозрачной, как кисия. Девочка увидела перед собой комнату, а в ней стол, покрытый белоснежной скатертью и уставленный дорогим фарфором. На столе, распространяя чудесный аромат, стояло блюдо с жареным гусем, начиненное черносливом и яблоко. И всего чудеснее было то, что гусь вдруг спрыгнул со стола и, как был с вилкой и ножом в спине, в перевалку заковырял по полу. Он шел прямо к бедной девочке, но спичка погасла, и перед бедняжкой снова стала непроницаемая, холодная, сырая стена. Девочка зажгла еще одну спичку. Теперь она сидела перед роскошной рождественской елкой. Эта елка была гораздо выше и наряднее той, которую девочка увидела в сочельник, подойдя к дому одного богатого купца и заглянув в окно. Тысячи свечей горели на ее зеленых ветках, а разноцветные картинки, какие украшают витрины магазинов, смотрели на девочку. Малютка протянула к ним руки, но спичка погасла. Огоньки стали уходить все выше и выше, и вскоре превратились в ясные звездочки. Одна из них покатилась по небу, оставив за собой длинный огненный след. Кто-то умер, подумала девочка, потому что недавно ее умершая старая бабушка, которая одна во всем мире любила ее, не раз говорила ей, когда падает звездочка, чья-то душа отлетает к богу. Девочка снова чиркнула стену спичкой, и когда все вокруг осветилось, увидела в этом сиянии свою старенькую бабушку, такую тихую и просветленную, такую добрую и ласковую. — Бабушка! — воскликнула девочка. — Возьми, возьми меня к себе. Я знаю, что ты уйдешь, когда погаснет спичка, и исчезнешь, как теплая печка, как вкусный жареный гусь и чудесная большая елка. И она торопливо чиркнула всеми спичками, оставшимися в пачке. Вот как ей хотелось удержать бабушку. И спички вспыхнули так ослепительно, что стало светлее, чем днем. Бабушка при жизни никогда не была такой красивой, такой величавой. Она взяла девочку на руки и озарена светом и радостью. Обе они вознеслись высоко-високо. Туда будет ни холода, ни голода, ни страха. Они вознеслись к Богу. Морозным утром за выступом дома нашли девочку. На щечках ее играл румянец, на губах улыбка. Но она была мертва. Она завертла в последний вечер старого года. Новогоднее солнце осветило мертвые тельцы девочки со спичками. Она сожгла почти целую пачку. Девочка хотела погреться, говорили люди. И никто не знал, какие чудеса она видела. Среди какой красоты они вместе с бабушкой встретили новогоднее счастье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова